Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Равкин, и наш канал «Вгляд с небесной». Подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня ровно неделя с того дня, как я был в Орле, в церкви, где пастой является национальный епископ Павел Сергеевич Абашин. И за неделю, буквально за несколько дней, произошли просто такие события, о которых мы должны рассказать вам. И я сегодня здесь, в Орле, и мой специальный репортаж о том, что произошло в пятницу. Расскажите мне, Павел Сергеевич, что произошло? Ну, честно говоря, мы не знаем до конца, откуда растут ноги. Мы сейчас это выясняем, но ситуация такая, что на самом деле уже епископ Альберт рассказал, что это на самом деле было так, что зашли ребята во время репетиции, как мы выяснили, что они купили над нами, где мы собираемся, купили над нами помещение. Ну, вроде бы как бы мы им там мешаем, мешаем им жить, мешаем им проводить их занятия, они там занимаются йогой вроде бы. Ну, не они, Павел Сергеевич, там у кого-то просто бизнес. Да, 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 у кого-то просто бизнес. Это огромное здание, и вот мы сегодня, к сожалению, не удастся нам подснять. Это большое здание, которое там делится между субъектами, собственно, да, да, вот, а мы там в аренде. Ну, и, в общем, ну, пришла девочка сначала, поговорила с моей женой, и ровно через 20 минут приехали вот эти ребята. И, Павел Сергеевич, можно прояснить для зрителей, что была ваша жена, были ваши дети на репетиции? Да, да, жена, был мой сын, два сына моих были, да, и, ну, вся вот представление. Ну, вот. Ну, и, в общем, там началась вот эта вся, да, он заскочил, вот, начал там раскидывать стойки, вот, туда-сюда, в общем, делать из себя вид, ну, борзый, как не парень. Вот, ну, и лежал саксофон на полу, значит, он в кофе лежал, знаете, когда в кофе ложится саксофон, ребята, вот. Ну, и он взял на него, встал, еще так вот надавил ногой, вот, и в этот момент Андрей, ну, вот, его саксофон, он его толкнул, этого парня, и он понял, что их было двое. Может, они шли и думали, что туда ни девчонки, ни женщины, я не знаю, но они говорили, что здесь еще есть и пятеро ребят, вот, он, ну, не полез в драку сильно, хотя пытался провоцировать на драку, но не полез. В конце концов, он ушел, когда ему сказали, что ты нанес нам ущерб большой, он испугался, наверное, скорее всего, может, испугался, может, испугался, я не могу сказать, но он ушел. Он ушел, и ровно через, да, мне позвонили, я там не был, мне позвонили, я приехал, я принял решение позвать полицию. Это правильно. Нам наши врача даже не хотели звать, я сказал, нет, мы вызываем полицию, никто не расходится, полиция сейчас приедет, мы будем этот вопрос решать, потому что это нельзя оставлять безнаказанно. Да, ну, и когда приехала полиция, вот, пришли два провокатора армянской национальности. Титушки. Да, самые настоящие, вот, которые вот просто вызывали нас всех на конфликт, на драку, на конфликт. Павел Сергеевич, как правоохранитель, как полиция? В общем, это вот самое главное, что меня больше всего удивило. Вот, представляете себе, их было семь человек полицейских, потом два ушло, осталось, подождите, два, четыре, пять человек осталось их. Вот, ребята вооруженные, с пистолетами, но, тем не менее, никто из них даже не попытался остановить вот этот беспредел вот этих двоих молодчиков, хлопчиков. Вот, даже не попытался. Более того, они просто выжимали голову в плечи и продолжали писать там протоколы молча. Когда вдруг я пытался их остановить, они там, ну, разжигали сам настоящий, огонь, вот, я пытался их остановить, то сразу же полиция начала наезд на меня. Вот, я потерпевшая сторона, но они на меня начинают наезд. Пожалуйста, их не провоцируйте, пожалуйста, не делайте конфликт. Вот, эти чувствовали себя очень уверенно. Одна дама из полицейских выходила с ними в коридор, он с ней что-то шушукнулся, опять заходили, потом опять выходили, потом опять заходили. Он подходил к ней, указывал, что ей писать и так далее, и так далее. Для меня, конечно, это было просто очень и очень, ну, возмутительно. Я смотрел на все на это, честно скажу, в этот вечер, вот, я не знаю, как я выжил, потому что давление было просто, подскочило настолько сильно. Ну, просто не то, что меня переживали, больше это было как какого-то внутреннего возмущения. Нет, я не переживал ни о чем. Вот, ну, как бы, я был полностью успокоен, потому что я знаю, и я понимал прекрасно, что господь на нашей стороне, и, в общем-то, и правда на нашей стороне. Вот. Кал Семенович, ну, неужели мы возвращаемся в 90-е? Ну, вот похоже. Неужели в Орле сегодня главенствуют бандиты? Самое натуральное. Ну, вот похоже. И полиция их боится. Да, и полиция ничего не предприняла. Ну, конечно, мы сейчас не знаем, как будет разваться дальше ситуация, потому что были составлены, был взял вопрос всех участников этого конфликта, который там был, кроме того парня. Вот. У нас есть видео записано этого конфликта. Вот. И чем закончится он, мы, правда, реально не знаем. Вот. Ну, из моего опыта общества с правоохранительными городами в Орловской области, вот, у меня были немножко подобные случаи раньше. Вот. Были и посерьезные случаи, но это были конец 90-х, начало 2000-х. Вот. Но спрыгивали ребята практически всегда с ответственности. Вот. К сожалению. Спрыгивали. Каким образом, я не знаю, если в этот раз спрыгнут с ответственности, для меня, конечно, это будет шок. Вот. Я искренне хочу сказать, я буду сильно удивлен этому. Ну, посмотрим, как оно будет. Но такое ощущение не очень приятное. Именно по поводу наших, нашей полиции, доблестной. Вот. Прямо, Крусская Третьяновича, что он платит налоги, бумаги писать только, и все. Вот. Идет провокация, самое настоящее. Он провоцирует, стоит полицейский между нами, по большому счету. И он наблюдает, смотрит. Вот эта картина интересная. Он смотрит. Ты понимаешь, что это беспредел. Так не должно быть. Ну, как это вообще возможно? Так приехать, на семью пастыря наезжать? Как? Как вот в правом государстве? Самое интересное, что вот эти ребята... Как в день выборов и полиция так реагирует? Что службы надо? Что меня еще настораживает, что вот эти ребята, которые потом приехали, они знают обо мне абсолютно все. И не только обо мне, а вообще об христианах города Арват. Вот. Я знаю и того, я знаю и того, я знаю и тех, я знаю других. Вот. И вначале, ну, потом, ну, такой у них есть ход. Он вызвал меня в коридор. И они хотели идти, но мне наши там девушки сказали, сестры говорят, ну, Панцевич, подняй, он зовет тебя, хочет спалить, но я вышел. И он мне говорит, да я знаю и того, я знаю вас всех здесь. И, ну, как вы знаете, как могут разговаривать эти люди в таких случаях, и какой их язык, и там, и лексика французская, и все остальное начинается. Вот. На что я просто сказал, что я тебе больше разговаривать не хочу, больше вообще не подходи ко мне. А вот. Ну, и, в общем, как бы, потом, через некоторое время они посидели-посидели, они поняли, что с нами не договориться, и они ушли. Утро воскресенья они опять появились, выхода в церковь, вот, там были наши ребята из службы порядка, вот. Ну, и они подошли, поговорили с ними, а вот, ну, мы почти совсем не договорились с вами вашего, вот, деда. А с кем совсем? С полицией договорились? Я не знаю, я даже не знаю, с кем. Со спецслужбой? Я даже не знаю, с кем. Если они все знают, все церкви знают, все пастыри знают. Ну, я не знаю, с кем они пытались договориться, но вот, не договорились. Ну, вот такая ситуация у нас. Хоть уголовный дел-то возбудили? Надеюсь, да. Пока без нас, нам еще ничего не сообщили. Соксакон изъяли, вот, сказали, что будут отправлять его на экспертизу в Москву, но он, по большому счету, восстановлению не подлежит. Такой инструмент очень тонкий, там клапана уже перестали совпадать, вот, то есть не перекрывают. На экспертизу для чего? Не могу сказать. То есть большой счет вам или нет, типа действительно вы пострадали, или дело стоит закрыть, потому что это всего лишь хулиганство мелкое? Ну, да, да. Это не религиозный экстремизм, это ничто, да? Может быть, и так, да. Может быть, и так. Возможно, постараются свести к этому. Да. Ну, я вообще еще не это не говорил, но мне не удалось с себя встретиться по разным причинам. Я хочу встретиться с представителями службы ЭД, вот, хочу с ними поговорить, хочу об этом рассказать обо всем, вот, потому что существует вообще статья воспитывательства к служению и другие существуют вещи, которые неприемлемы. Я думаю, что если бы в православный храм вошли бы такие болотчики и устроили такой бы беспредел, я уверен, на 100% с ними разобрались бы совсем по-другому, либо точно бы сидели бы в тюрьме. Ну, уже сидели. Как-то, как-то посадили пусть ради других. Человека... Нет, два отначально, а потом еще два. Нет, отначально, а потом еще два. Да, люди разных национальностей, но это здесь ни при чем. А что важно тогда? Важно посмотреть, что происходит с нашей страной. Что происходит сегодня? Когда церковь не поставит печать или не напечатает полное наименование, всех штрафуют по закону об экстремизме, по закону яроволь, а когда бандиты врываются, запугивают, пытаются учинить драку, беспредел, портят имущество религиозное, церковное, так это что? Так это все сходит с рук, и полиция еще ходит, с ними выходит, разговаривает, полицейские, да, на свои отношения. Все, беседы, значит они знают друг друга столицева, значит они знают этих бандитовцева. Ну, я не делаю выводы, я боюсь делать выводы, я хочу быть осторожным в моментах, но вывод наброшен сам по себе. Понимаете, когда вот так вот принимается одна страна, а потерпевшая страна, на которой даже по-большому встать в любой цивилизованной стране, я представляю, в любой цивилизованной стране, маломальски, эти люди, когда бы пришли от бандитов, как соблюдатели, так сказать, и бы положили бы на пол, и арестовали бы, тут же бы. А у нас эти люди были герои, понимаете, герои были люди, они делали, что хотели, в нашем помещении я не мог их выгнать даже из своего помещения. Я вам сказал, это помещение снимаем мы, на момент съема нашего помещения, мы являемся законными владельцами этого помещения, ты пришел на частную собственность. Я пытался их выдворить, но бесполезно, они по-гаглому просто заходили, и полиция ничего для этого не предпринимала, принимая больше их сторону, чем нашу, обличая нас, что мы вроде бы их тут провоцируем, так кто они такие? А вот. Ну это как всегда, черное-белое делает черное. Да, да. Ну удивительные применения. Да, да. Все знают, что на юрископе говорят. Они все знают, и полиция знают. Они знают, и они знают, очень хорошо все знают. И все равно, вы не просто епископ, вы национальный епископ Анцебель. Да. И они тоже это знают. А их это не волнует. Их не волнует. Они думают, что все у них во власти, или с властями договорено. Ну, я вообще сказал, я все равно верю, что у Бога есть отпущение. Я не хочу этим ребятам никакого зла, и покаяния. Может быть, они когда увидят наш репортаж, я хочу, чтобы они покаялись, прежде всего, осознались, покаялись, и просто возместили ущерб. Просто возместили ущерб. Это пока не свое требование, которое я сильно требовал от этих людей. Я могу больше потребовать еще возмещение морального ущерба, потому что вы раньше, они принесли их колоссальные, просто колоссальные. Не только там у меня, а всем тем людям, которые там находились. Почему-то у нас сегодня на это как-то не обращается внимания, а это, наверное, одно из самых, один из самых больших ущербов. Но пока мы хотим сойтись на этом. Хотелось бы просто в глаза посмотреть на человеку, посидеть и поговорить. В глаза посмотреть на человеку, кто-то все это заверил, спровоцировал, вот, и, ну, побеседовать с ним, вот. Хочу, чтобы Бог ему дал милость, естественно, но о том, что происходит сегодня в нашем городе, конечно, мне хотелось бы, чтобы на это обратила внимание прокуратура, обратили, обратили следственные органы на это внимание. Хочется, чтобы правосудие работало правильно. Правильно. Мы люди, верующие люди, мы люди-патриоты своей страны, и мы законопослушные люди. Нас пытаются ввести в поле непослушания какого-то, понимаете, вот, но мы все равно останемся законопослушными людьми. Что бы нам ни говорили. Мы будем законопослушными. Мы любим людей, мы любим Бога, мы любим свою страну, мы молимся за процветание нашей Родины, мы не согласны с какими-то вещами, которые делает наша власть, но, тем не менее, мы продолжаем молиться за свою власть. Это наша позиция. Друзья, помогите распространить это видео. Это действительно тревожный звонок для нашей страны. И я очень надеюсь, что и мэр города, и губернатор Орловской области обратит на этот случай самое серьезное внимание. Мужчина, я все снимаю, не надо брать. Нет, давайте просто посимволите, напишите. Вы хозяева? Вы хозяева помещения. Я не вломился. Вы вломите. Вы вломите. Вы вломите. Вы вломите. Вы вломите. Вы вломите. Я в суд подам. Нет, нет. Понятно? А что вы маски-то надели? Снимите свои маски, чтобы были видны ваши лица. Нет, блин, показывай. Что ты сделал-то? Я вам потом отдам. Никогда потом. Отдам. Отдайте телефон. Я молода. Я молода. Это не ваши ли мужчины. Я еще раз говорю по-другому. Бери у меня не будет. Вы себя ведете по-хамски, мужчина. Вы себя ведете по-хамски. Вы себя ведете по-хамски. Вы напишите, напишите, фотографируй. Ну скажите, кто на вас накинулся. Да, кто на вас накинулся. Кто на вас накинулся. Андрей, я тебе безрядно. Надо напиши заявление в полицию. Я все засмирала. Пусть потребуют. Ну и что? Вы даете так ли? Без жизни вообще. Мужчины, тебе времена не ошли. Поверьте, на вас управа найдет. Пожалуйста, распространите эти видео в своих соцсетях. Донесите до своих церквей, до пастырей. Что происходит? В нашей стране, в России и сегодня. Благослови всех, Господь. Спасибо. Благослови всех, Господь. Благослови всех, Господь. Продолжение следует...